Орловские власти думают, как выполнить поручение президента по обеспечению школьников учебниками. Губернатор Потомский предложил закупить вместо бумажных книг планшеты. Он заявил, что это будет лучшим вложением 60 миллионов рублей. Для решения данного вопроса губернатор предложил опираться на опыт соседних регионов. Переход на планшеты должен осуществляться начиная с пятого класса, а обучение младших школьников должно остаться прежним. А как считаете вы? Собственное мнение можно выразить в опросе на нашем сайте istoki.tv и в гробах в социальных сетях. Водитель Орловской маршрутки сломал и выбросил несработавший электронный проездной. Информация об этом появилась в социальных сетях. Пользователь с ником Iron Man пишет, что его мать пыталась оплатить проезд электронным проездным. Карточка была рабочая, на ней были деньги. Однако водитель сообщил, что система проездной не принимает. Разозлившись, он сломал и выбросил карточку в окно, после чего попытался высадить пассажирку. Женщина сделала фотографии водителя и записала данные автобуса. Она собирается написать жалобу в Общество защиты прав потребителей. Есть ли коррупция на Орловщине? А если есть, то где именно? Такими вопросами задалось областное правительство. Власти приглашают жителей нашего региона пройти соответствующий опрос на официальном портале. Там можно поставить оценки чиновникам за коррупцию, указать место и среднюю сумму последнего подарка. Адрес сайта вы видите на своих экранах. В Орле установили новый тренировочный комплекс для спасателей. Он позволит отрабатывать действия при авариях на объектах нефтяной и химической промышленности. В таких случаях основная задача сотрудников МЧС – предотвратить дальнейшую утечку опасного вещества. Для этого используются специальные пластыри, бандажи и различные слесарные инструменты. Как отмечает пресс-служба Орловского МЧС, тренажер имеет потенциал для развития. Налоговая инспекция призывает орловских предпринимателей проверить коды видов деятельности по АКВЭТ-2. Новый классификатор действует с 1 января. Большинство кодов были преобразованы автоматически, однако у некоторых изменилось содержание, и их лучше перепроверить. В случае обнаружения ошибки необходимо подать заявление для ее исправления в налоговую инспекцию.